Она сказала, окей, я отдам все права семье. Мы ратуем за то, чтобы Гоша, сын его, человек-музыкант, который с ним последние песни вместе делали, взялся за наследие своего отца. А тут же на панихиде она увидела, что к ней никто не подходит, никто особенно ей не рад. И она сказала, я передумаю, я никому нифига ничего не отдам. Вы не общались с ней? Я подошла к Нелли, я говорю, Нелли, послушайте, я не считаю вас виновной в смерти, чтобы вы понимали. Мы не должны ссориться, мы должны сейчас делать так, как хотел бы сделать Саша. Во имя вашей любви, во имя его чувства к вам, вы должны пойти навстречу. Ну, в общем, мне, конечно, неприятны все эти разговоры. Я не должна вмешиваться, это не мой вопрос. Нет, подождите, как вы не должны, если вы с друзьями организовали похороны, вы организовали поминки, вы помогали ему, вы оплачивали его диски. Я работала ему психоаналитиком. Вы были его психоаналитиком, вы элементарно свое время тратили на человека, который вас любил. Я просто тоже его любила, поэтому я готова делать, было сколько нужно делать. Вы имеете право вмешиваться? Я очень ценю этого человека, я всегда буду его ценить. Мне кажется, вы для него гораздо ближе, чем та же Нелли. Поэтому на день рождения пригласил он меня, а не кого-то. И у нас на день рождения, вот месяц назад, за месяц до смерти мы отмечали день рождения Саши. Кто был приглашен самим Сашей на день рождения? Гоша, сын, Кира, дочка приемная старшая, которых он очень любил, Саша Солдаткин, Саша Сидоренко, его директор Лена Ленина, Игорь Сандлер и еще буквально две пары семейные из других городов и его друзей, которые испокон веков к нему на день рождения приезжают. Вот и весь круг. И одну единственную камеру мне удалось уговорить. Как только с ним случилась трагедия, все камеры бросились разрывать сразу. Более того, я прочитала даже в интернете какие-то такие чудовищные вещи, что, мол, Лена Ленина пиарится за счет смерти Барыкина. Это чудовищно несправедливо, потому что я его пиарила при жизни, и у меня пиар-ресурс существенно больше, чем у Саши был. Потому что я профессиональный пиарщик. Саша человек, который не очень понимал в пиаре и вообще не любил пиариться. И поэтому мы старались ему помочь изо всех сил, потому что человек с горестью говорил о себе «я второй эшелон». А он гений, он великолепный мелодист, он великолепный поэт, он даже в жизни пишет стихами. Он великолепный человек. Когда все другие дерутся за деньги, он все отдавал, что зарабатывал. Он бессребренный. Я знаю, у него было, не выбрасывая слово, любовница во Франции, в Париже, которая хочет издавать его книги. Я думаю, что... Книги, стихи. Я думаю, что... Вы знаете, кто это? Я не знаю и не хочу знать. Я дружила с Сашей, и меня гораздо больше волновала его душа, чем его нижнее белье. Я к чему говорю... Нет, я не про нижнее белье, я говорю к тому, что эта девушка хочет... Эта женщина хотела издавать его стихи. А еще при жизни она обращалась к людям, как бы... Каждый, кто может помочь, чтобы достояние Сашина стало достоянием народа, я только приветствую. Я готова сама помогать. Я, конечно же, сама обязательно сейчас все соберу, все, что... Потому что Саша очень много писал, нужно теперь все это собрать, все это как-то, в общем, облагородить, я имею в виду, почистить и выбрать, что можно показывать, что нельзя показывать, и все-таки обнародовать это, потому что этот великий человек достоин того, чтобы мы знали его творчество, мы ценили его гняли. Что ты почувствовал, когда прочитали последнее вот это СМС, и потом узнали, что его больше нет? Я сначала узнала, что его больше нет, а потом прочитала последнюю СМС. И вы себе не представляете, что я в этом состоянии. Я даже пыталась вспомнить, какой день недели сегодня, какое сегодня число, я не могла вспомнить. У меня был такой удар, я не могла рыдать. У меня не было слез совсем. У меня слезы появились только после того, как все закончилось, и я пришла домой и осознала, что у меня единственный был рефлекс, когда это случилось, вот парадоксально, это сумасшествие какое-то. Мне хотелось позвонить Саше и все ему рассказать. Мне хотелось поделиться с другом, с человеком, с которым я привыкла на последний год делиться всем, что происходит в моей жизни. Он привык делиться со мной всем. И мне единственное, кого не хватало на его панихиде, это его. Мне хотелось с ним поделиться. И я не представляла себе, что человек, который лежит в гробу, это Саша. Он не похож был на Сашу. Это был уже не Саша, я дотронулась за него. Он холодный был, как камень. Я не могу передать вам всего того, что я испытала, но мне его очень сейчас не хватает. Просто такая дружба, она, я понимаю, она такая настоящая была дружба. И все эти разговоры про какие-то вот любовницы и все, но все-таки на самом деле между мужчиной и женщиной может быть дружба. И на вашем примере я вижу, что это была дружба. У Саши было очень много друзей, но у каждого своя жизнь. Может, он и был влюблен, он был готовлен по чистому, без каких-то вот таких... Я не знаю, во что вылились бы наши отношения, потому что мы только-только, у нас все начиналось, все было так мило, так еще душевно, платонически. Он вас как-то привлекал, как мужчина? Вы знаете, я очень высоко оценила ту честь, которая мне... Потому что, знаете, когда вам пишут стихи, когда вам посвящают песни, это колоссальная ответственность, это большая честь. Я понимаю, вы романтичный человек по натуре. Я, с одной стороны, очень цинична и много работаю. Вы цинична в плане работы, бизнеса, но в плане... Ну, конечно же, это не может не то, что... Любая женщина... Потом я все-таки хорошо знаю творческих людей, я работаю с творческими людьми, я их понимаю немножко лучше, я сама очень сильно страдаю от критики, от всех тех озлобленных, неудовлетворенных, нереализованных людей, которые пытаются отыграться и свои собственные неудачи пытаются отыграть на людях успешных. И поэтому Саша, как и все мы, настрадался от критики, несправедливый. Вместо того, чтобы критиковать его при жизни, пусть сегодня станет стыдно всем тем, кто сказал про него дурное слово. Тогда, когда он нуждался... Знаете, я сравниваю Сашу с маленьким трехлетним ребенком. Если бы вы увидели трехлетнего ребенка на улице, который идет сам куда-то один, вы бы остановились, вы бы взяли за руку, перевели его, довели бы до мамы. Я, когда увидела Сашу, я поняла, что он тот же самый трехлетний ребенок, который... Там же, потому что я... Ну, это очень приятно, когда мама говорит такие слова. У него мама святая, но она просто уже очень взрослая, и она не могла нести за него ответственность. Он нес ответственность за маму. Мама была одним из тех людей, кому он материально помогал. Из тех его, в общем-то, очень непростых условий он умудрялся помогать огромному количеству людей. Он все отдавал. Ну, как теперь дальше будут обходиться дела вот с его... вот этим наследием, с его имуществом всем? Сейчас начнется грязная свара. Сейчас начнется... Галина будет выяснить отношения с Неллей, Нелля будет пытаться там с Галиной. Это ужасная история, в которой я даже не хочу просто участвовать. Мне единственное, что жалко, что Саша хотел, чтобы его песни последние, которых он считал самыми лучшими, чтобы их слышали. И мне бы хотелось попросить каждого из вас, каждого, кто хоть как-то любил Сашу и ценил его, и сейчас понимает, насколько он был трогательным и неприспособленным к тяжелой жизни человеком. Вы видели вот эту видеозапись, которая опубликована на одном из сайтов в интернете? Последние секунды... момент этого сердечного приступа, когда он шел по гримерке... Я видела, конечно, несколько раз видела. Мы же пережили перед этим с ним другой инфаркт. Мы никому не говорили, мы скрывали от прессы, что это инфаркт. В Брянске же было, по-моему. Это было не в Брянске, а в Москве это случилось. 17 января у меня была презентация очередная, в которой Саша должен быть одним из главных действующих лиц, потому что я активно его пиарила в последнее время. Я мечтала сделать его модным, потому что он с точки зрения музыкальной имеет права быть одним из самых... Антонов же существует до сих пор. Они как-то, мне кажется, где-то схожи. И Саша приехал на эту презентацию существенно раньше, чем все сайты звезды, потому что мы должны были еще и там же снимать наш первый с ним клип, который я, в общем, нашла всех ребят, которые должны были все это снимать. Саша, конечно, не занимался этим. Но он приехал уже... он говорит, мне стало ночью плохо, мне давят солнечные сплетения. Я не знала, где солнечные сплетения, сейчас не знаю. Я спросила у него, что будем делать. Он говорит, я обязательно отработаю. Клип – это очень важно. Для меня клип – это очень важно. Ему очень важно было, чтобы посредством этого клипа люди услышали его музыку. Это механизм доведения до людей своей музыки. Он жил ради музыки. Он любил музыку больше, чем любую из своих женщин. Для него это важнее было всего. И вот он стоит, работает, и мы понимаем, что супер работоспособный обычно Саша не может записать больше, чем три дубля. Он говорит, ребята, все, хватит, я больше не могу. Он был зеленый. Саша его директор вывел на улицу, он погулял немножко, вернулся чуть-чуть посвежевший и готовился ждать своего выступления, когда соберутся все звезды. Потому что нам по сюжету этого клипа нужна была толпа звезд и камер из вспышки. Мне было просто вызвать скорую, врачей, чтобы когда посмотрели, я не знал. Если бы мы узнали, как только мы узнали через сутки, что он работал с сценой инфаркта, меня охватил ужас. В этом состоянии нельзя было не только работать, стоять, сидеть нельзя было. Нужно было лежать, нужно было сразу везти его в больницу. А он отработал, он прыгал, он плясал, он пел. Он пел, мы же работаем в плейбэк, но он все равно вторым голосом работает. И в этом состоянии то, что он произвел, это был подвиг. Когда мы с ним вспоминали об этом, через первые дни ему запретили даже по телефону со мной разговаривать, потому что любые волнения ему были запрещены. Хотя вторая супруга звонила и просила денег, и требовала, что ребенка выгоняют из дома, что им негде жить, и что какой-то ужас. Как ребенка могут выгнать, если ребенку три годика, по-моему, и квартира-то его. Я понимаю, но там была какая-то дробь в том месте, где с мамой. Потому что ребенок-то, Нелли жила в квартире его, но маму за ребенка своего она отправила к матери, в Брянск. И вот когда мы начали с ним разговаривать, когда уже ему разрешили, он через неделю ему разрешили ходить, он начал мне посылать смс-ки, я поняла, что чуть-чуть лучше. Мы начали постепенно, хотя бы раз в сутки разговаривать. Потом он начал выходить, он говорит, меня сегодня выпустили в коридор походить. Человек в этом возрасте снова учился ходить. Он снова открывал для себя, один раз ему потом разрешили выйти на улицу, он открыл для себя снег, воздух, окружающую действительность. Он как ребенок радовался, что он снова живет. Это как было возвращение с того света. Я решила выяснить, Саша, скажи, пожалуйста, что тебя беспокоит? Я задавала ему психоаналитические вопросы, чтобы понять, что же гложет его больше всего. Потому что у любой физической проблемы всегда есть психологические причины. Что тебя беспокоит, вот если бы ты закрыл глазки и подумал, что больше всего, от чего бы ты хотел отказаться, как от трудности в жизни? Он говорил, что первое – это предательство Нелли, потому что это его убивало. Второе – это ответственность перед таким огромным количеством людей, которых нужно было содержать, которым нужна была помощь. Дочке нужна была помощь, маленькой дочке нужны были деньги. Старшему сыну нужна была помощь, потому что ему нужен… Он человек развивающийся, Гоша, у него все впереди. У него только-только начали появляться первые успехи в музыке. Его последняя песня стала, композиция стала хитом в Бразилии. Самое страшное, что люди не понимают, какой он был. Что близкие люди должны быть существенно деликатнее. Обычному человеку нельзя общаться с немудрой женщиной, потому что мудрая женщина поймет, в какой момент что можно спросить и что организовать. Вот его директор Саша был его настоящей женой последние три года. Он знал, в какой момент можно к нему подойти, что ему нужно. Он мог где-то настоять, нет, мы едем к врачу в любом случае, где-то схитрить. Саша наотрез отказывался во время второго инфаркта идти к врачам. Он просто, в какой-то момент, когда ему стало невыносимо тяжело, он сказал, принесите мне валидол и ножпу. У него было жжение, но это было жжение нежелудочное. Саша сопротивлялся. Говорили, что не успели операцию сделать, что врачи, вот московские врачи утверждают, что должны были сделать операцию. Он 15 часов там провел, как не успели? Что вовремя нужно было сделать стементирование. Нужно было вовремя делать? Да, они ждали времени, что... Что есть масса людей, которые могут сегодня себе задать вопрос, а все ли они сделали для того, чтобы этого не произошло. От близких родственников до дальних врачей все равно каждый из нас должен снова задать себе этот вопрос. За два дня до смерти Саша позвонил мне счастливый. Он говорит, я написал нам с тобой такую классную песню. Это будет наш с тобой второй дуэт, но он уже будет другим, не таким романтичным, а он будет супер-дэнс, эмоциональный. Гоша нам сделает аранжировку. Это будет хитяра. Я говорю, Саша, а дай вышли мне послушать. Потому что мне тоже любопытно, что это за такой супер-хит. Саша говорит, ты знаешь, у меня он не записан нигде, я приеду к тебе в воскресенье. И я тебе напою на гитаре, а ты запишешь на телефон и так поучишь. В субботу его не стало. И в воскресенье он не смог ко мне прийти. И я сейчас даже не знаю, что это было за песня. Я даже не могу... Он нигде не успел записать? Он ее нигде не записал, только он знал эту песню. И только он мог ее мне напеть. Вот это бессилие тоже меня ужасно беспокоит. Вы ощущали когда-нибудь с его стороны какую-то такую... Любовь, наверное, чуть больше, чем дружескую? Я догадывалась, что он влюбляется. Но муза – это первый этап для творческого человека. Потому что... Как-то становитесь... Для него вот вы как-то уже как-то заменяете на второй план всех остальных его женщин. Что вот только вы, и вот он прям тянется, что ли. Я не знаю, как развивались бы наши отношения дальше. Но совершенно однозначно, что Саша стал влюбляться. И что я задавала себе вопрос, а как дальше? Потому что нести этот крест музы – это тяжелая ответственность. Я его и обожаю, и люблю, но это колоссальная ответственность. Потерять друга, на самом деле, это, наверное, какой-то очень такой серьезный удар. И вы сейчас сказали такую фразу, что вы не будете вмешиваться в эти все распри семейные. Но когда, допустим, у его сына Григория будет отбирать там ту же квартиру, еще что-то, вы же, мне кажется, в любом случае вмешаетесь. Даже хотя бы в память о тех отношениях, которые у вас были с Александром Александровичем. Я помогу Гоше. Гоше – человек, который в этой ситуации может сильно пострадать. И любому, кто ко мне обращается, и телевизионщики просят интервью, я их даю. Я на исходе уже сил, но я все равно их даю. Любой, кто попросит о помощи, я окажу помощь. В память о Саше, в память о друге, которого другого не будет. Как вы думаете, если бы Арекин жил бы за границей, в той же, для вас не повезло слово, родной Франции, как бы его там судьба шла? Вот это катастрофа вторая публичных людей в России, гениальных людей. Публичных много, не все из них гениальны. Или каждый по-своему гениален, но не все в музыкальном смысле гениальны. Если бы Саша Барыкин жил за границей, то по закону об авторских правах, которые на Западе соблюдается, он был бы сегодня очень состоятельным человеком. Но так как он все равно был очень добрым и честным человеком, он все равно все бы, все миллионы, которые его зарабатывают, все равно бы отдавал, и сам продолжал бы ходить в одних и тех же ботинках. Рады, что в его семье не было денег на похороны? Я не знаю, есть ли в его семье деньги на похороны, но я знаю, что они за это не платили. И собирались мы друзьями, и с каждого с мира по нитке. Вот кому доверили, там, Лена, ты, поминки, ты, там, Саша Солдаткин, панихида, ты, там, Саша Сидоренко, похороны. Если бы не помогали нам друзья, друзья, все звезды, очень многие звезды проявились с очень человеческой стороны. Лев Валерьянович Лещенко, Иосиф Давыдович Кобзон, Лолита, Наташа Гулькина, они все звонили и говорили, чем помочь. Лев Валерьянович подписывал бумагу, чтобы выбить место на кладбище. То есть есть Олег Дмитриев, да, всех, всех ребят не перечислишь, всех не перечислишь, кто помогал и кто готов был помочь. Но среди них не было членов семьи. Это, мне кажется, ужасно. Лариса Александровна плакала, Долина, на похоронах я стала рядом. И я думаю, что во все наши головы вокруг пришла одна и та же мысль. А кто будет хоронить меня? Будут ли мои родственники рядом? Это на самом деле вот это... Об этом даже мыслить и как-то анализировать, это, мне кажется, что... Но я теперь понимаю тех людей, кто при жизни заказывает себе памятники. Потому что потом этому никто не захочет. Я узнала стоимость бронзового памятника, который я планирую заказать Саше. И я понимаю, что ни один родственник не захочет вложиться. Я убеждена, что каждый из нас должен теперь задуматься над памятником в себе при жизни. Потому что не факт, что те, кого мы кормили всю жизнь, дай бог, конечно, чтобы никому не удалось... Я думаю, у каждого из нас есть какие-то друзья, которые, не дай бог, как бы... Как Саша одинокий. Как был одинокий, так и ушел одинокий из жизни. С первой женой вы общались с Галиной на похоронах? Мы познакомились с ней на панихиде. Она протянула мне руку и спросила, что вы хотели мне сказать. Я говорю, ничего. Мне ничего им сказать. Они все знали, что вы существуете, что они с вами общаются. Я думаю, что они ревнуют, и они думают, что привратно, если ревнуют, то они ревнуют, думая, что у нас неправильно трактуя наши отношения с Сашей. Наши отношения были платоническими, а они наверняка... Откуда пошла вот это определение «любовница», Александр, «тайная любовница Барыкина»? Я не слышала этого, но если бы кто-то мне сказал... Везде в интернете вы смотрите. Интернет – это большая помойка. Интернет правит миром сейчас. Буквально совсем недавно, вчера, Барак Обама выразил соболезнование якобы умершему Джеки Чану, который не умер, который жив-здоров, просто он был с речным приступом доставлен в больницу в Лос-Анджелесе, в Сидер-Синае. Барак Обама вышел по встрече, что я приношу соболезнованность семье. Артисты выступили, а потом это была оказанная ситуация. В интернете кто-то написал в Твиттере, что умер Джеки Чан. И президент Америки вышел по встрече, что я соболезнованную родственную. Я когда услышала от Саши, директора, что Саши Барыкина больше нет, я сидела с Мариной Хлебниковой на встрече. Я опустила трубку и сказала, что Саши больше нет. Марина берет трубку и звонит на радио. В этой ситуации я подумала о том, что а если бы кто-то подшутил надо мной? И я искренне бы поверила, а Марина искренне бы понимая, что сейчас нужно брать бразды правления в свои руки, потому что я не в том состоянии начала бы действовать, мы могли бы сейчас таким образом... А и тут же авторадио объявило о том, что это произошло. То есть это вот за одну минуту. То есть если бы кто-то так подшутил, я думаю, что в нашем шоу-бизнес-кругу могли бы быть и ложные такие информации. Это была с Гурченко, подобная ситуация, когда похоронили Люнину Марковну. Кто-то сказал Аниту Сой, Аниту Сой написал в Твиттере. Все моментально похоронили. Но суть не в этом, просто я не понимаю одного, как все-таки вот те жены, которые у него были, так могли с ним поступить. А я не понимаю одного, как женщина, которая понимает, что напротив нее гений и гений влюбленный. Как она не ценит и не щадит. Она понимала, ведь она же хотела стать публичной, одна из них, стать публичной за счет него. А, подождите, Нелли хотела, мне кажется, стать публичной. Ну, значит, она понимала, что он гений. Нет, она понимала, что у нее просто хороший трамплин, который может утолкнуть в лице Брэнда, Барыкина. Ну, а как можно быть такой... Но то, что на гене, кажется, она не понимала этого, мне так кажется. Я не хочу осуждать. Может быть, у нее тоже есть причины, которые ее оправдывают. Я не знаю. Я знаю Сашу близко. Я знаю, что он был замечательный, честный и порядочный человек. И никто не имел права по отношению к нему поступать непорядочно. Но в жизни нет справедливости, и мы должны с этим жить. Он не был достоин никакого звания. Самое катастрофическое в этой ситуации еще и это. То, что он не только ненародный артист, а даже незаслуженный. Потому что сегодня для того, чтобы получить звание почетное, высокое, нужно или обивать пороги у чиновников, где-то за взятки какие-то справки подписывать. Или ждать, когда тебя вспомнит Бог. Но в случае с Сашей этого не произошло при жизни. И он очень от этого страдал. Жаловался, говорил об этом. Он говорил, что, конечно, мне бы очень хотелось быть народным, потому что меня народ же любит. Я же и так, говорит, народный. Где вы себя чувствуете комфортнее? В России или во Франции? Как дома? Как дома я чувствую себя там, где живет мой сын во Франции. Но Россия – это моя душа, это моя боль, это моя ответственность, это мой крест. И я его несу. В чем выражается крест в более ответственности? Я обязана быть достойным, например, человеком, когда я представляю в ток-шоу русского человека. А ведь мне довелось в своей жизни участвовать в международном ток-шоу, где был один русский, один француз, один итальянец, один испанец и так далее. Я была тем самым один русский. Что спрашивали иностранцы у вас, желая узнать что-то о русской душе, что-то узнать у русского человека? Какие у них вопросы? Три грубейших стереотипа, которые существуют насчет русских в Европе – это КГБ, мафия и проституция. Но хуже всего относились ко мне как к человеку, который не пьет, не курит, наркотиков не употребляет, никогда ни в каких поручих меня связях не замечены. Даже интернет ничего про меня в этом смысле плохого не может сказать. И тем не менее, я старалась, я понимала, что на мне ответственность, что я в этом смысле на этом канале, это первый французский канал, лицо России сегодня. И тем не менее, самая большая критика, самая злая, самая неадекватная, самая чудовищная, несправедливая критика шла от русских во Франции. От русских девушек во Франции. Которые им, видимо, хотелось бы быть на моем месте. Я не знаю, никак по-другому не могу объяснить себе такой шквал негатива.